Ленин Пахтоналов Когда-то телевизионный проект начинался с 1961 года Ну и как-то логично было Переписывая, увеличивая там в пять раз объем Как-то кто-то бы считал Вот, логично было начать оттуда же Потом, когда были сделаны эти все годы до... Чего там заканчивался? В 2099-м, в общем, там заканчивался проект В общем, поскольку наша эра Подразумевала то, что это со времен Отипель Со времен позднего социализма Меня уговорили, что все-таки нужно делать Более раннее, чем в 1961 года Потому что Отипель все-таки началась Хотя бы в 1956-м, когда 20-й съезд после, да? Развенчание Сталина Ну, Отипель не понять без послевоенных заморозков Поэтому предыдущий том был с 1946-го по 1960-й Но, когда я затевал этот... Это я показываю то, что это... Что это жизнь... А мы можем избавиться от той волны 101-фм И решать на своей, если это получится Нет, я, конечно, могу не ухода перекричать Вам все-таки трудно это самое Воспринимать 400 лет дорожки Вот, значит, когда начинался книжный проект Из-за этого, собственно, я вернулся к этому формату на Мене Было понятно, что очень нарастает Такая постсоветская Россия В нынешнем исполнении Когда и власти, и общество Очень многое черпают из советского периода Своих представлений о том, какой должна быть страна Державность, как она должна всем красить Ну, и так далее Чему вы мне рассказывали Мы, на самом деле, во всем этом живем Я придумал тогда девиз, который сказал Валерий Сунин, повторяю Это была самая первая фраза, самая первая тома Мы живем в эпоху ренессанса советской античности По мере того, как советскость, неосоветскость нарастала Как-то чувствовалось, что надо и в советскость уходить глубже Поэтому я делал 30-е годы из соображения того, что Все-таки сталинский социализм, он и был главным И все представления от того времени И рассказы, даже если признают репрессии, голодомор Ужасы коллективизации и прочее Все равно это называется наше славное прошлое Вот, и нужно как-то его деконструировать Объяснить, из чего это состояло Поэтому 30-е делались как самая такая старая советская античность Вот это представление о максимально древнем периоде Который все-таки ощущается как свой Откуда есть пошла держава Ну, понятно, что все правила формата были соблюдены То есть, вот этот вот мир советского человека С некоторой натяжкой был помещен телевизор Он появился только в 38-м году Здесь собранный на заводе имени Казистского По американской лицензии Изобретение Зворыкина Так называемая картикальная развертка То есть, когда он был в высоту, а не в ширину Как мы его всегда говорили И не в ширину, и не в глубину А только в высоту Из всех трех измерений Вот И были вот эти зеркала Потому что там было зеркальное изображение А зеркало, на самом деле, с увеличительным стеклом Оно и увеличивало, и превращало его Ну, в нормальное Из зеркалки Вот, лево превращало в право Ну, и так далее Тут, в общем, все И патефон, и прочее И календарь Как-то это забылось И никакие старики нам не передали Что ведь очень долго, до сорокового года В общем, даже до сорок пирогов Не существовало воскресенья Не существовала обычная неделя Была шестидневка Вот И в фильме, например, «Волга-Волга» Я специально это упоминаю Там первый день шестидневки Второй день шестидневки А там нет понедельника вторника Там как бы календарь Вот он листает дни Как это герой его проживает Ну, такой обычный календарный Обычный киношный прием Да Прошел еще один день Вот они и писали Второй день шестидневки Вот это Вот этот календарь «Два вождя после вождя» Это знаменитая картина Сталин вырошел На покинке в Кремле Александра Герасимова Ну, и прочее, прочее Вот И этот метод Прочее Вот так слышно, если кричу? Да Ну, просто, чтобы я У меня рукавилия Сая Ну, просто на лгах открываю Даже не помню, что Даже не помню, что тут Питерска Поэтому, просто так вот как получится Да, когда стахановцы Девушка с веслом Ну, это Москва, конечно Вот поневоле Получается некая Москоцентричность Не потому, что я уже такой Воскучий Из Волгодской области Но Но Тренды просто При нашей очень централизованной стране Конечно Тренды, они московские Входили И поэтому Парк культуры и отдыха В Питере, он разумеется Буду имени Кирова А в Москве И в прочих местах Буду имени Горького А, ну, конечно Да Большинство Очень важный поворот На гидонизм Социализма Когда Сталин Выливает формулу Что типа Тоже должны радоваться Что не только Мобилизационный проект Но должны быть Довно быть потребления Зарабатывание денег Ну, вот, конечно Главный пилотский фенометр У Питера В 1934 год Знаменитый фильм «Великий гражданин» Ну, потом его уже После войны не показывали Ну, где Неназываемые Такой народные вожаки Вот они бивают Какие-то злодеи Подосланные Бухавину Вот Ну, и прочее И вообще Главная проблема В этом во всем Что эпоха Была черно-белая Но Если я вам предложу Черно-белый том Ну, это будет странно Если бы Время было скучно И поэтому Выключайте эту книжку И очень большая Задача была Все-таки Светить краски Конечно Надо было Больше Использовать Жилки Какие-то Карикатуры Плакаты Какие-то Документы Которые ходят Я думаю, что Такая картина Сталинские соколы Сталин встречает Чкалову После мирового Рекорда Дальности полета На аэродроме Этот рекорд Стали Куркуша На территории СССР Боялись Улетать За границу Ну, вдруг Какая-то Вынужденная Посадка Я думаю, что Вот В этом виде Это не Репродуцировалось Вообще Никогда То есть В то время Были Гораздо Худшего качества Это на все Покупались права Разумеется Все это Нормально правило Ну, понятно, что Будущие летчики Деньги Это известная вещь Ну, и прочее То есть Вот этот Метод События Любоявления Он, конечно Попытался Во всем И при том Что Ясно, что Тридцатые годы Это очень здоровая эпоха Репрессий Подготовки к войне Всяких Территориальных захватов Типа Западной Украины Западной Беларутии При Палтике Войны с Финлянью А ну, конечно же Прежде всего Питер с Финлянью Да Вот Когда Перевод В Зеленогорске Провозгласили Это Правительство Демократическое Народно-демократическое Финлянское Республики Да Да Учинин приехал С Смольного На машину И Мы Его тоже признали Закресли с ним договор Ну и потом Все-таки Ничего из этого Не вышло Вот Весь этот Это Питерский плакат Добьем финского шакала Тивом уголе И Ну поскольку это Ничего не значит Мы все-таки Не с путь сильный Тридцат мирный договор А С презренными музеями Вот С красными чисточками Как у Испанских Лукопригад В общем Целая Целая большая история То есть Так же феноменология Да Это Павлик Мороз Вот Это Чет Извините Нет Я его не понял Да А, да Ленин Смольного Это Это Вот Когда Его Сделали Первым Заслуженным И Уже После смерти Это была Улица Лассаля Которая Ниня Михайловская Вот Она была Целая До сорокового года С сорокового И до Глубокой перестройки Может быть А Она была Улица Которая Ведет Которая 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 Исторически Она Михайловская Чего Переименовали А Чего Оставили И И И И И Прочим В общем Это С одной Стороны Привычный Формат С другой Сделанный На 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 необычный на самый далотом на полу а вот здесь на федеринках в том, что выходят эвакуированные и только в Москве было тысячи, в Питере было даже тысячи ну вот, все остальное так что да, и очень важно было при том, что очень много этих глобальных тем как большой термин, как ликвидация как все эти военные компании все-таки это было время и частной жизни, частного стиля особенно вот после этого потому что веселые ребята или форстроты, или танго утомленное солнцем, неудачное свидание Риурита что там еще? Позин Микрофон а? Микрофон Позин, который тоже питерский человек сын купца первой гильдии скаменно-островского проспекта и цыганки из города вот, которые и на руме и на русском пилу ой да бирюзовы, да золотые колечки раскатились это прямо по бушку ну и такой был вот, в общем, всякое такое разное это, пожалуй, все чего хотелось бы сказать в качестве предварительного предисловия вот я готов к хорошим вопросам по сути дорогие друзья, в рамках нашей встречи у вас есть возможность задавать вопросы поднимайте, пожалуйста, руку и обязательно подойдем к вам с микрофоном да, и давайте тогда сразу следующее, потому что это как-то очень церемонно мы подойдем к микрофону ну давайте скорее да, пожалуйста огромное спасибо вам за замечательную книгу мне как человек 78-го года рождения на самом деле вопрос немножко про творческий план вот вы уже запустили до 30-го года и у вас вторая книжная серия российская империя закончится в 17-м году вы ли как-то отражен в книжном формате с 17-го плана в 17-й год это первая часть вопроса в следующих встречах вы всегда говорили что не будете в книжном формате не будете в книжном формате 41-й, 45-й но вот 39-й и 40-й год в этой книге вот совершенно замечательно ну это вторая мировая война да понимаете да, я понял я понял вопрос все или еще что-то скажете да да 4 вопроса я понял да значит 11-й, 15-й я мог писать сразу и предлагал даже издателю что давайте там в конце 16-го издадим по 15-й год типа будет круто они сказали нет, будет выглядеть со стороны скороскопки я в таких случаях всегда прислушаюсь потому что ты находишься внутри процесса и не всегда понимаешь как это выглядит со стороны если тебе со стороны говорят нет вот так не надо я всегда трактую в этом случае как бы всякое сомнение толкуется в пользу следствия вот это вот тот случай когда я признаю себя мгновенно обвиняем и совсем согласен в этом смысле писать про 30-е и про 2011-е и 2015-е лично для меня никакой разницы нет потому что для меня самое главное это понимание феноменологии вот то что жирным пишется вот что такое стал журнал крокодил который стал единственным сатирическим журналом или вот чем были так важны автопроверия только-только возникла автопромышленность да и вот эта чудесная картина кстати она 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 в корпусе она как иллюстрация это к вопросу к вопросу о том как было ну не просто добывать светленность в эту черно-белую эпоху вот отечественная война по-прежнему считает что этим методом просто делать невозможно ну он не универсальный невозможно война это монотема и даже когда делаешь тридцать девятый сороковой но все-таки мы в войну по-настоящему тогда не вступили и хотя с сороковым годом там теперь ассоциируются там не знаю гитлеровские победы в Германии или еще чего-то но в это время выпустили Ким-10 эту белую малолитражку или вот ну например в сороковом году сейчас открою а вот например вот в сороковом году ну менее всего с этим ассоциируется да Тимур и его команда вообще понятие Тимуровица Тимур да вообще вот высшая слава Кайдара и это Тимурское движение такие волонтеры скауты не очень обязательно что пионеры и сам Тимур даже кстати не на сентябрьского галстука не не в книжке не в фильме и книгу успели экранизировать до начала войны она вышла в сороковом и до июня сорок первого уже начался прокат это феноменально возникший такой феномен извините за павтологию ну вот поэтому все таки было большое пространство гражданской жизни и из этого ты понимаешь как складывать мозаику а в войну ну она подчиняет себе все и ты будешь рассказывать о боевых действиях это не ну это не это это не этим методом достигается вот и все нужно просто понимать что инструментарий который ты выбрал он не работает в каких-то случаях что касается 20-х годов я просто не уверен что 1920-х я просто не уверен что связь с ними хоть как-то ощущается и сегодня я боюсь что это получится научпопа не журналистика вот заниматься какой-то дидактикой неправильно знаете время НЭПа мы не чувствуем мы не понимаем что такое была тогдашняя частная инициатива ну такая это эпоха не очень понятна социальная вот вполне социальная даже это был конечно реверс капитализм уже азии назад вот а про 30-е понятно вот тогда и сложился тот строй который потом ослабевая обслабевал в нем страх но все-таки инерционно он продолжал жить это строй при котором Питер есть Ленинград понятен период истории вот а с 20-ми годами все не так особенно ну вот как вот так ответил на ваш вопрос спасибо да Леонид Геннадьевич во-первых я поцелую вас нет давайте будет говорить тот у кого микрофон потому что ваши вопросы другие вы это тяните вам передадут палочку ну иначе что ни я не слышу вас ни другие хороший будет диалог да пожалуйста спасибо за внимание да еще раз я хотел поблагодарить за ну надо благодарить давайте задавать вопрос а то мы будем очень ну да и я буду раскланиваться что-ли да у меня вопрос вы планируете делать еще фильмы наподобие фильмов про Зворыкина про русских изобретателей за границей вы понимаете какая штука ну что значит наподобие я же не делал вот специально русские изобретатели за границей я делал про Зворыкина который действительно создатель отец телевещания так это он записан в Америке во всех энциклопедиях ну вообще в мировых и даже в последнем издании большой советской энциклопедии он так написан правда в кавычках как бы ссылаясь на то как это принято считать назад вот ну что значит наподобие ну у меня был Прокуденгорский после этого кстати тоже питерский человек ну по своему образованию воспитанию и прочее ну как Зворыкин здесь закончит технологический да институт вот Прокуденгорский естественно большой подьяческой самая первая это реализация в печати цветной фотографией вообще и Россия оказалась единственной страной систематически снятой до первой мировой войны то есть фактически в реале 19 века можете посмотреть в лифе называется цвет нации так что я уже это выполнил он потом моделировал во Франции весь его архив находится в библиотеке конгресса США где мы там тоже снимали вот пожалуйста вам русские изобретатели за границей кстати сказать вот здесь в 1937 году это сканом воспроизведены фотографии ну была всемирная выставка в Париже 1937 года ну то что теперь называется экспо ну по-русски так называют обычно для которой был сделан советский павелел который весь из себя представлял пьедестал скульптуры педем Grizzly из-за рабочей колхозницы она же для этого была сделана а вот первый использование хай-тека из скульптуры джавающей стали монумент и вот эти фотографии к сожалению не живы там чеки нет ничего он в конце концов полетел я все боролся за его жизнь но он падил А вот, значит, к сожалению, негативы не сохранились, пришлось воспроизводить скан. Я просто купил на завтра аукционе эту книжку. Это сыновья Прокудина-Бросского и в 37-м году, то есть через 20 лет после революции и через 35 лет от начала опытов своего отца, они были единственным цветным ателье в Париже, которому и был заказан официальный альбом всемирной выставки. Поэтому советский павильон с рабочим колхозницей и германский павильон с орлом, который вот так вот ставили здесь, вот видно воспроизведение, если у кого есть книжка, то это 158-я страница. Вот они под эфировой башней, ну, с другой стороны сены, стояли как бы налетая друг на друга. Два таких утеса с порывом рабочего и колхозницы, которые как будто стремятся к фашистскому роду. Ну вот, а какие-то вещи мы воспроизводили, по счастью, негативы живы, но здесь пришлось процесс осказывать. Да, пожалуйста. Вы сказали, что в сталинские годы наша страна насадилась в самоизоляции. А как вы считаете, сегодня Россия в изоляции? Несопоставимо совершенно. Но мы можем выезжать за границу и возвращаться назад. Это было немыслимо в 30-е годы. Нет, конечно, не в самоизоляции. Хотя какие-то шаги партии и правительства к этому предпринимают, это правда. Вот. Но в целом, ну, вообще мы живем не в тех условиях, мы живем в условиях многовариантности. Это каждый выбирает для себя. Можно сидеть и самоизолироваться. А в принципе можно выезжать и возвращаться. Так что нет, это параллельно не работает. Леонид, вот такой вопрос. Вы часто повторяете, что мы живем в стране невыученных уроков. Никогда такого не говорю. Ну, не важно. Ну, могу найти газеты. А это газеты. Ну, пускай. А тем не менее, вот в отношении исторической памяти и мифологии... Извините, пожалуйста. До постройки гостиницы Октябрьская кондиционеры были запретены, но потом их луны стали проводить. Простите, да? А, хорошо. Значит, я хотел ваше мнение узнать, почему все-таки и наши современные, даже молодежь, не говоря уже на старых, а все-таки тяготеют к мифу и фантазированию, вместо того, чтобы сохранить историческую память. А если мы все забываем, то это все возвращается, как психоанализ. Это разумеется, да. Но, коль скоро вы задаете этот вопрос, вы реально для себя исторические уроки какие-то извлекли. И коль скоро вы говорите о старых... А, нет, все-таки она жена. Коль скоро вы говорите про старые и молодые поколения, ну, понимая, что они не правы в этих невыученных уроках, то, значит, вы какое-то выучили. И в этом, собственно, и разница той ситуации и нынешней. Да, вот ровно то, что я говорил про самоизоляцию. Вы хотите извлечь урок, вы вольны извлечь урок и что-то считать, и как-то оценивать настоящее и будущее, исходя из извлеченного урока. Потому что у нас нет общественного консенсуса по этому поводу, да. Ну, никто в Англии не спорит про Черчилля. И никто в Германии не спорит про Гитлера. И даже про Аденауэра не спорят, да. А у нас про Сталина все еще спорят, да. И если один считает, что Сталин эффективный менеджер, а другой считает, что Сталин тиран, то все им понятно друг про друга, по-моему, этим россиянам. И больше им их говорить ни о чем, и они вообще ни о чем не договорятся. Да, ну, вот по этой косточке любой достроит скелет динозавра. Вот. Так что разница, собственно, в этом у нас нет национального консенсуса. Вот огромная растерянность. Буквально через 4 дня надо бы как-то отмечать столетие Октябрьской революции. Вот свершившиеся здесь. Буквально в полутора километрах отсюда. Вот. И никто не знает как. И полная растерянность и у власти, и у общества. Проклинать, хвалить. Чего с этим делать? Нет, понятно, что Зюгана повторит, ну, доставшиеся ему, ну, это чужие слова. У него тоже нет никакого личного отношения. Он не знает. Это не творческий подход. Да, это, ну, просто... Да, это, да, это вот как-то ничего нового не узнали. И ничего старого не забыли. Ну, это не то. Вот. Но что нам делать спустя 100 лет с октября и с советским периодом? Окей, можно считать в плане прошлое. Ну, все в плане. А чего так-то? Ну, давайте встанем колхозы, госплан, там, да, объявим государственные цены на все продукты. Тут же у нас все пропадет. У нас будут книжные дефициты. И вот я на московском проспекте Углубо-Кузнецовской покупал Булгака за 25 рублей. И все, все, все можно вернуть. Все было. Вот я лучшие годы социализма провел в Питере. Тогдашнем Ленинграде. Просто заповедник. Ну, только, чтобы не шизануться, можно было читать журнал «Корее сегодня». При Григории Васильевича Романове это был такой жоопарк. Вот. Ну, давайте. Давайте отмотаем. Ну, тогда мы действительно ничего не поняли. Мы не поняли, а куда это все делось. Где обком партии? Вот Валентина Ивановна Матвиенко была с ветерем обкома комсомола. В мои времена комсомольские. Подстрыгин с ветерем комитета комсомола в университете, который они теперь называют Петербургским. Он был ленинградский орден Ленина. И ордена трог просто знали. Государственные ордена, это имени штаба еще. Теперь ни одно слово нельзя верифицировать, ничто нельзя перевести. Ну да, из этого не сделаны выводы. У меня острое чувство того, что у меня нет высшего образования. Ну, что это диплом означает? Это там уже науки сплошные. И так далее. Поэтому тут каждый решает сам. Старый он или молодой. А то, что вообще нет старых или вообще нет молодых, которые для себя вынесли. Ну, кинул, да, это правда. Леонид, а с вашей точки зрения, в принципе, вот столетие октябрьской статистической революции надо отмечать или нет? Вопрос не как отмечать, а... Нет, я не говорю праздновать. Ну, я же не говорю праздновать. Я не говорю там... Отмечать эту дату. Ну, как-то эту дату осмыслять. Как-то эту дату понимать. Нет, у меня есть понимание этой даты. Это дата скорби, это памятник или... Это лично, ну, всякого разного, да. Ну, я сейчас не готов там транслировать и объяснить, и метод какой-то, да. Вот у меня там премьера будет в фильме. 7 ноября она попадает там, ну, среди всяких прочих городов. У меня будет премьера в Лондоне. Я собираюсь с людьми, которые сюда не в изуме, отмечать, ну, как-то салат оливье пробить, что ли. Ну, вот чего-то сделать, да. Ну, потому что, ну, просто так, вечером я покажу фильм там в галерее. Кальверт, такой модный, кстати, питерские корни имеющий. Ну, вот, ну, как-то, знаете, так позднее. Можем прямо так вот разойтись. Ну, как-то про все, про это поговорить хотя бы. Вот. Но для того, чтобы, понимаете, если эта дата общенациональная, то это и вся нация понимает, вот мы все же понимаем, как справлять Новый год. И все знают, как справлять 8 марта. А как теперь справлять 7 ноября, никто не знает. Ну, или 25 октября по старому спереду. Как историческую дату? Вот как снимают, как справлять историческую дату? Вот что такое историческую дату? Ну, как? Это год поворотный какой-то период. Мы как к этому повороту относимся? Мы скорбим по царской России или радуемся, что наступила советская? Ну, чего-то с этим делать надо, с этим поворотом. Вот 300-летие Петербурга было понятно, почему. Вот, это другая столица, какой-то новый период истории. Ну, тоже понятно, да, смена какого-то стиля. С Москвы вот на вот это вот западничество, да, имперскость там. Ну, тут понятны какие-то смыслы. Тоже, конечно, чуть-чуть наблюдается. Отменил, есть объект, да, есть Петербург, который существует... Ну, да, 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 и что, понимаете, Петровскому предложили повторить штурм в семье дворца. Он, разумеется, отказался. Да мне спасибо. Вы еще постреляете, чуть-чуть во что-нибудь. Вазы опять попьете, знаю я вас. Были уже такие сто лет назад, забегали. Спасибо. Спасибо. Вот, убегут так...